здравствуйте уважаемые зрители несколько дней назад в одном серьезном интернет-издании увидел статью в котором говорилось о том какие страны обеспечивают казахстан яблоками я конечно же заинтересовался этой темой уверен многие из нас когда идем в овощной магазин или на рынок всегда сталкивались с тем что яблоки там сплошь завозные импортные местных практически нет причем откуда угодно к нам их поставляют в основном конечно же китайские очень много польских киргизских узбекских иранских турецких и даже внимание из такой далекой страны под названием чили ну про китай я промолчу потому как из этой страны мы много импортируем в том числе фрукты и овощи поэтому здесь удивительного ничего нет но вот честно никогда не думал что у себя на родине буду есть польские яблоки в моем сознании польша никогда не была сельскохозяйственной державой однако было время когда в наших магазинах были яблоки только оттуда к примеру в этой стране ежегодно собирается около 4 миллионов тонн яблок которые затем поставляются в 75 стран мира ну что тут скажешь молодцы поляки что смогли так быстро поднять свои садоводческие хозяйства теперь поговорим о нас в казахстане ежегодно собирают всего 200 тысяч тонн яблок 200 тысяч сравните с маленькой польши где собирают 4 миллиона тонн даже стыдно сказать и сложно представить как такое может быть а ведь именно мы являемся родиной всех яблок на земле именно в наших горах они впервые появились и затем распространились по всему миру знаете я алматинец вырос еще в те годы когда в этом прекрасном городе в большом количестве произрастали многие фрукты абрикосы урюк сливы вишню черешню можно было срывать прямо на улицах они висели большими гроздьями на деревьях и манили к себе красотой и ароматом ну а яблоки это была отдельная история мало того что они росли во всем городе так все земли вокруг города особенно горные части были засажены яблоневыми садами и каждый год осенью мы с классом отправлялись на бутаковку собирать эти красивые сочные дары природы ох недаром этот город назывался когда-то город сад уже после учебы в алмате я отправился грызть гранит науки в москву и комендант общежития где я жил а это была очень строгая женщина в годах из всех моих гостинцев что я привозил с родины выбирала только яблоки и и не интересовали наш шоколад коньяк и даже хаза она неизменно брала только яблоки наш знаменитый красный апорт это вкус моего детства говорила комендант оказывается ее отец часто бывал в командировках в наших краях и всегда привозил апорт ну а потом что стало потом с яблоками и садами вокруг города наверное не стоит говорить уж слишком нелегкая тема для меня до сих пор мы не можем восстановить то что было утрачено многое в том числе тот самый знаменитый вкус того самого знаменитого апорта да и город уже далеко не сад поэтому неудивительно что едим мы в основном китайские да польские яблоки ну не будем о грустном и поговорим о том какие же планы у наших чиновников по восстановлению яблоневых хозяйств а планов как всегда громадье минсельхоз предлагает сделать ставку на крупные хозяйства а мелкие объединить в кооперативы напомню сейчас в республике выращиванием яблок занимаются 34 крупные компании 195 средних и более 1 тысячи мелких хозяйств при этом урожайность в крупных садах составляет 40 45 тонн с гектара а в мелких 7 10 тонн с гектара увеличивать площади садов предполагается в наших южных регионах алматинской жамбылской и туркистанской областях а также в шимкенте кроме того чиновники очень сильно надеются на турецких инвесторов в общем к 2024 году по плану минсельхоза у нас полностью покроют дефицит яблок и выйдут на самообеспечение кроме того собираются построить лабораторию для выведения новых саженцев и возвести современные фруктохранилища в завершении хочется надеяться что мы сможем наконец обеспечить себя своими же яблоками ведь мы их родина тем более что яблоко символ алматы и наш аппорт может стать визитная карточка не только города но и всей страны ну а пока пока я вам говорю пока